Тогда предоставим слово Сергею Александровичу. Сергей Александрович, вы извините, я повторяю всегда, я не через компьютер, а через смартфон, поэтому я не вижу всю панораму присутствующих. Вот по голосу я знаю, что вы здесь, так что, Сергей Александрович, вам слово. — Уважаемые коллеги, название моего доклада — «Мимесис как проблема наратологии. Модальность советских сценарных нарративов 20-х годов». Понятие «модальность» или «модус», обозначающее способ представления, манифестацию, степень выраженности того или иного содержания, вошло в нарратологию вследствие переосмысления различий между «Мимесисом» и «Диегезисом», восходящих к основам литературной теории. Выделяются два вида модальности — «рассказ» или «Диегезис» и «показ» или «Мимесис». В структуралистской нарратологии модальность изучалась в основном как текстовая категория, но уже в работах Франца Штанцеля был сделан акцент на агентах передачи события — «рассказчики» и «рефлекторе». Этот переход означал, что главный критерий нарратива — это не оппозиция истории и дискурса, а присутствие носителя опыта, причастного событиям, о которых идет речь. У разных теоретиков сама эта причастность характеризуется по-разному. Например, термином «медиация» в работах Штанцеля, обозначающим опосредованность представления реальности в нарративе, экспиренциальность в работах Моники Флудерник, возьми метическое воссоздание опыта реальной жизни, при котором необходимо телесное, физическое присутствие реципиента. Главная функция рассказчика — быть посредником между читателем и вымышленным миром. Сообщения рассказчика всегда в той или иной мере абстрактны по отношению к событиям, даже если речь идет о рассказе от первого лица. Рассказчик может цитировать чужие высказывания, комментировать историю, предвидеть то, что произойдет в будущем, направлять внимание читателя. Информацию, которую он передает, всегда сжато, резюмировано. Рефлектор не рассказывает, он отражает события в своем сознании. Так создается впечатление неопосредованного представления, прямой передачи ощущений и впечатлений. Событие оказывается представлено так, будто оно происходит в действительности. Если при рассказе предполагается рамка исчерпывающего знания о действии, а само действие упорядочено и имеет смысл, то при показе даны только отдельные подробности действия. То, что происходит, регистрируется персонажем изнутри повествуемого мира в момент восприятия. При этом события и черты персонажей даны в их протяженности и динамике. Модальный переход от наратора к рефлектору составляет одну из ключевых проблем теории литературы. У Штанцева этот процесс назван рефлекторизацией. Он может происходить как в пределах одного произведения, так и в масштабах историко-литературного процесса. В более широком смысле и черт об изменениях коммуникации, при которых роль наратора становится все менее значимой. По мнению исследователя медиа М.С. Контрера, в современную эпоху меняется облик коммуникации. Символическое сознание меняется на гипногенное, что, по ее мнению, может иметь разрушительные последствия для мышления. Кинематограф, который с момента своего возникновения включал элементы аттракциона, позволял осуществить взаимодействие с реципиентом непосредственно на уровне телесных реакций. Еще на заре теории кино Беллой Балашем была высказана идея о том, что кино позволяет вновь сделать видимым человека и его мир. Это значило, что кино возвращает непосредственную выразительность лица и тела в недоступной культуре письма. Позже эта идея в разных вариациях была поддержана и другими теоретиками кино. Например, Томас Эльзессер, недавно переведенный на русский язык в книге «Теория кино», изучает, как кино создаёт особую форму чувственности, телесности и мышления. Если Штанцель и Флудерни по многому пребывают в границах идеализации сознания, то философ Валерий Подорога в полемике с Полем Рикером высказал близкую им, но более радикальную концепцию, подчеркивающую телесные основания нарративного акта. Цитирую. Мы не столько понимаем, сколько понимает наше тело за нас и без нас. Без этого, нас опережающего телесного образа, вынужденного навстречу бытию, повествование не может развертываться. Рассказчика, того, кто ведёт повествование, и того, кто даёт нам возможность переходить от одного образа реальности к другому, Подорога называет пустой формой нарратива. Он пишет, «Тогда вся аналитическая работа должна быть направлена против идентичности с ценностями и моралью, с идеологией и авторскими целями повествования. Это необходимо для того, чтобы достигнуть тех слоёв литературного опыта, где отсутствует та форма сознания, которая принято считать пронцедентальной, и которая больше не гарантирует единство и универсальность мировосприятия. Только таким способом можно исследовать литературу как опыт, выходящий за её собственные пределы, опыт чисто меметических реакций, позиций, движений. Такому министесу и посвящена многотомная работа по дороге». В русле этих процессов мы рассматриваем и киносценарий, который может читаться как готовый текст, но в то же время указывает на свою недостаточность как текста, поскольку предполагает воплощение средствами кино. Будучи текстом переходным от литературы к кино, киносценарий ярко демонстрирует смену модальностей, особенно если учесть, что его создание обычно происходит в несколько этапах. Интересующий нас исторический период – это либретто, литературный сценарий и сценарий режиссёрский. Каждый из этих текстов мог несколько раз переписываться. Более того, могли существовать различные переходные типы, например, расширенное либретто или литературный сценарий, написанный режиссёром. Дратология только подступается к изучению такого рода транзитивных текстов. Как выяснилось, неизученными, а иногда и неопубликованными остаются сценарии даже наиболее выдающихся фильмов. Принесит Потёмкин, Потомок Чингисхана, Обломок империи, Великий утешитель. В качестве примеров мы рассмотрим их в настоящей работе. Речь пойдёт о сценарии как изменчивом тексте, поскольку нам оставилась цель восстановить всю цепочку текстов, предшествовавших к созданию фильма. Вот на слайде вы можете видеть материалы работы. Работа с неопубликованными текстами проводилась в РГАЛИ, ВГАЛИ и Госфеймофонде. Некоторые сценарии, кстати, удалось даже опубликовать. Это сценарии Танянова «Шинель», Пеатровского «Моряк с Аврора», Платонова «Песнь колёс». Вот я сейчас готовлю ещё к публикации сценария Николая Тихонова «Заговор мёртвых». На слайде вы можете видеть уже готовые публикации по теме исследований. Я, к сожалению, не смогу подробно рассказать о той технологической работе, которую я уже провёл. Придётся ограничиться только некоторыми основными выводами, которые можно сделать на основе вот так всего исследований. Интерес к модальности всегда был в центре внимания теории литературы, войдя впоследствии в классическую наротологию. Некоторые примеры осмысления этой оппозиции представлены в таблице, в которой я сейчас не буду подробно комментировать, потому что у меня есть отдельная статья, посвящённая изучению этой оппозиции, показа и рассказа в литературоведении. Но, как видно из этой таблицы, в англоязычной традиции обычно используются слова «шовен и тэр». Это это показ и рассказ. Здесь в таблице представлен доноратологический этап изучения этой оппозиции. Разными способами эту проблему в Мимисисе и Диегизе стремились решить наиболее значимых представителей уже классической наротологии. Это Жерар Женет и Франц Карл Штанцель. Работа Женета написана в традициях структуралистской критики Мимисиса. В своих построениях исследователи этого направления акцентировали дискретную событийную природу повествования и подчёркивали автономию текста от внешней реальности. Их работы были полимическими по отношению к доминировавшей в академическом литературоведении 60-х годов концепции Мимисиса как упрощённо понятого подражания природе или воспроизведения действительности в литературе. Антуан Кампаньон объясняет их позиции следующим образом. Получается, что Аристотель понимал под словом поэтика литературный семиозис, а не Мимисис. Повествование, а не описание. Поэтика – это искусство создания референциальной иллюзии. В таких интерпретациях Мимисис сводился к понятиям референт, внешний мир и содержание. Харлан Барт перевёл референцию в статус иллюзии. Реализм был понят как семиотический код, пытающийся выдать себя за нечто природное. Референциальная иллюзия становилась иллюзией в прямом смысле слова, фантазмом предмета. Она скрадывала сам язык, как опосредующее звено любого выражения. Отсюда и позиция Жанетта, который в своих работах атаковал ценностную иерархию показа и рассказа, сложившуюся со времён Перси-Лаббак. По мнению Питера Робиновица, он устранил различия, указав, что по своей природе нарратив – это всегда рассказ. Поэтому показ – это всегда иллюзия. В статье «Граница повествовательности» Жанетта отмечает, «Поскольку литература есть изображение, у неё имеется лишь одна модальность – повествование, служащее эквивалентом невербальных, а также и вербальных событий». И следователь приходит к выводу, «В конечном итоге существует только одно подражание – несовершенное. Мимисис есть Егидис». В обобщающей работе «Повествовательный дискурс» его позиция остаётся прежней. Цитирую. Само понятие «шоуин», равно как и понятие подражания и нарративного изображения, и даже более их вследствие своего наивно-визуального характера, абсолютно иллюзорно. Противоположность драматическому изображению никакое повествование не может показывать излагаемую историю или подражать ей. Оппозицию по отношению к трудам Жанетта в европейской науке составила работа Франца Штанцеля «Теория нарратива». Это исследователь предложил континуальную модель повествования, в которой была акцентирована проблема телесности. Поскольку Штанцель базируется на принципах морфологической поэтики, структуралистские максимы имеют меньшее значение для его исследования, которое, как будет показано ниже, в большей степени подходит для решения интересующей нас проблемы. Как отметила Дорит Кон, сравнившая две модели, нарратологическая модель Штанцеля была в основном отвергнута или проигнорирована нарратологами других стран, даже после запоздалого перевода на английский. Для Штанцеля главным критерием нарратива является не структура повествования, а опосредованность представления, медиации. Типология Штанцеля основана на изучении различных форм медиации, которые отливаются в нарративные ситуации. Нарративная ситуация – это от первого лица, аукториальная нарративная ситуация, фигуральная нарративная ситуация. Штанцель стремится к интеграции используемых им понятий в некое синекретическое целое. В отличие от его оппозиции, например, между наратором и рефлектором, внешней и внутренней перспективой, оппозиции Женета более острые, более абсолютные. Они обозначают стабильные нормы или коды, нарушение которых ведет к аномалиям и трансгрессиям. Штанцель моделирует свои категории как непрерывные диапазоны или скользящие шкалы, лежащие между контрастными полюстами. Можно заключить, что в отличие от дискретности, доминировавшей во французском и советском структурализме, модель Штанцеля тяготеет к континуальности. Отсюда и представление его типологии формы дуга, а про типические фигуры непрерывающей тотальности, как называют это дуга. Сергей Александрович, можно на секунду? Нет, Сергей Александрович, все выключили твои микрофоны. Что? Нет, нет, нет. Тут у Татьяны Левченко включен был микрофон и были шумы. Сейчас выключен. Да, простите, пожалуйста. Меня слышно все в порядке? Да, вас слышно, да. Значит, по мнению Дорида Кона, достоинством работы Штанцеля является возможность ухода от динаминов и обращения к множественным переменным и градуированным оппозициям. Это свойство его типологии особенно значимо в нашей работе, поскольку мы сконцентрированы на киносценарии как развивающемся, изменчивом тексте, имеющем множество форм. Еще одна интересная особенность работы Штанцеля – внимание к телесности, изгнать структурализмом за рамки научного дискурса. Когда Штанцель рассматривает оппозицию нарративов от первого и от третьего лица, в случае совпадения с персуществованием наратора и персонажей, наратор характеризуется как воплощенный. Развоплощенный наратор соответствует повествованию от третьего лица. Говоря словами Штанцеля, аукториальный наратор усиливает свою индивидуальность за счет физического существования, чтобы выйти за пределы абстрактной функциональной роли и стать фигурой из плоти и крови, личностью с индивидуальной историей. Кон характеризует такое воплощение, как экзистенциальное усмежное между дискурсом и историей. В противном случае речь идет только о ментальном, когнитивном отношении между этими двумя вымышленными сферами. Линию Штанцеля продолжили и развили такие нарратологи, как Моника Флудерни, Камс Гарнининг, Манхрат Ян, сама Дорик Кон. Близки к этой линии нарратологии и работы Валерия по дороге, который видел корни повествования в предшествующих субъективности телесных основаниях опыта. Но никто из названных авторов, насколько нам известно, не касался проблемы сценарного нарратива. Вероятно, наиболее значимым вкладом в нарратологию киносценария следует считать диссертацию британской исследовательницы Энн Ингельстрём «Наррация в сценарном тексте» 2014 года. Основная особенность сценарного повествования видится автору в том, что коммуникация на этапе создания сценария предполагает передачу не только истории, но и способов её визуализации в будущем фильме. Таким образом, необходимость воплощения встроена в киносценарий. И как процесс она осуществляется по мере приближения к съёмкам. На основе обобщающей работы Тоберса Клаука и Тимена Кёппе выделили ряд параметров, позволяющих проследить переход от нарратива к мимесису. О этих параметрах я и продолжу говорить сегодня в своей работе. Точка зрения или фокализация в сценарном повествовании приобретает основополагающее значение. Потому что читатель не только должен вообразить будущий фильм, но и осуществить его постановку. Этот переход от воображения к непосредственному действию происходит как перенос точки зрения от наратора к персонажу. Взгляд наратора в своих наиболее крайних, безличных проявлениях это так называемая нарратская взгляда камеры. Точка зрения наратора всегда является внешней, хотя наратор может иметь некоторые личностные качества. Персонаж – это антропоморфная, телесная фигура, и ему сходится на внутренняя точка зрения имманентная миру истории. На этой шкале между наратором и персонажем располагается нарратив от первого лица, в котором повествующее «я» существует одновременно в диагезисе и за его пределами. Вот я показал это на схеме по вертикальной шкале переход от взгляда камеры к точке зрения персонажа. Манфетт-Ян предлагает гибкий набор критериев, характеризующих уже не субъектов фокализации, а разной степени фокализации. Я обозначил их на горизонтальной шкале. В случае прямой фокализации объект воспринимается в точных и ограниченных пространственно-временных координатах. Охватывающая фокализация предполагает обзор объекта с разных точек зрения. При этом пространственно-временные координаты не столь точны, как в случае прямой фокализации. При слабой фокализации сохраняется только наблюдаемый объект, фокус внимания снимается. Слабая фокализация содержится в эпизодах, представляющих последовательность голых фактов, независимых от индивидуальной точки зрения и специфических пространственно-временных условий. При нулевой фокализации исчезает сам объект и вместе с ним границы поля восприятия. Вот устраивается тоже такая градация. Если в работах Флудерник и Яна, основанных на материале романного нарратива, проницаемость границ, которые я отметил, стрелочками, мыслится как морфологическое единство типов фокализации, то в случае сценарного нарратива, изменяющегося на разных этапах подготовки к съемкам, такая проницаемость может означать конфликт точек зрения. Существование в рамках одного нарратива противоположных интенций. Этот конфликт хорошо заметен и на сценариях Катерины Виноградской и Фридриха Эрмлера к фильму «Обломок империи», который мы рассмотрим сейчас в качестве примера. Напомню, что фильм рассказывает о контуженном во время Первой мировой войны унтер-офицере Филимонове. В советское время потерявший память Филимонов работает в сторожке. Но однажды увидев жену в окнах остановившегося на станции поезда, он вспоминает себя и то, что с ним произошло. Филимонов отправляется на поиски жены в Ленинград. Но реальность 1928 года настолько отличается от дореволюционной, что он не понимает, где оказался. Он – «Обломок империи», привыкший к старым нравам и порядкам. Попав в новый заводской коллектив, Филимонов освобождается от рабских привычек прошлого и становится защитником советской действительности. По мере превращения литературного сценария в режиссерский происходит все более глубокий переход от наррации вгляда камеры, свойственной литературному сценарию, к точке зрения персонажа. Последнюю можно охарактеризовать здесь в основном как охватывающую. Эйвенштейн бы назвал ее множественной точкой зрения. Сценарий довольно сильно изменяется, и в первую очередь эти изменения затрагивают важный эпизод, признанный впоследствии достижением режиссера. Эпизод возвращения памяти. Первоначально небольшой эпизод разрастается у Эрмира до масштаба в целой части, становясь доминантой всего сценария. У Виноградской подчеркнуты детские качества Филимонов. Он только начинает осознавать себя, в основном подчиняясь с точки зрения наратор. Эрмли буквально переворачивает первоначальную задумку с ног на голову. Он вводит в эпизод воспоминаний интеллектуальный и ассоциативный монтаж, позволяющий раскрыть травмированное вольной сознание персонажа. Большое внимание уделяется становлению соответствия точки зрения и физического состояния ее носителя, что усиливает связь между переживанием персонажа и объектом его внимания. В известной степени был прав Юрий Цивьян, который утверждал, что в фильме «Обломок империи» Эрмли производит интериоризацию интеллектуального монтажа, мотивировкой для которого становится больная психика героя. При переписывании сценария «Обломок империи» происходит конфликтный переход точки зрения от наратора к персонажу. Перестанаж претерпевает радикальную эволюцию от фольклорного детства версии Виноградской к безумию версии Эрмлира, проникнутому нитшианскими смыслами. В эпизод воспоминаний был включен наиболее известный кадр фильма. На поле боя Первой мировой войны появляется распятие с Христом. На его лицо надет противогаз. Смотря на мольбы солдата, распятие не способно остановить танк, и этот танк давит его своими гусеницами. Филимонов в версии Эрмлира забыл не только себя, он забыл, что Бог умер. Отсюда тот ужас и мучение, которые приносят ему воспоминания. Таким образом, при переходе от литературного сценария к режиссерскому, с точки зрения становится множественной, направленной на показ проставшегося сознания, и идуцируется к телесным и медическим проявлениям персонажа. Иной способ перехода от нарратива к Минесису мы наблюдаем в сценариях фильма Льва Кулешова «Великий утешитель». Здесь рефлекторизация охватывает не только персонажа, но и фигуру фикционального читателя, на которой я бы хотел остановиться более подробно. Энн Ингестриум названы следующие читательские инстанции в киносценарии. Актуальная аудитория или реальный читатель, экстрафикциональная аудитория, воображаемый читатель, которого имеет в виду писатель, то есть потенциальный читатель, который сможет осуществить постановку и, в то же время, является идеальным зрителем будущего фильма. Ингестриум отмечает, что реальный читатель может не совпадать с экстрафикциональным или не соглашаться с ним. Другой тип читателя – фикциональный. Он пребывает внутри вымышленного мира. Если реальный читатель полностью с ним идентифицируется, то забывает, что перед ним вымысел. Тем не менее, реальному читателю в определенной мере необходимо это сделать, чтобы вполне пережить историю. Сценарий Кулешова и Курсен интересен в том смысле, что перед нами тот троредкий случай, когда наиболее значимые персонажи выполняют функцию фикциональных читателей. Рассмотрим, как в «Великом утешителе» происходит рефлекторизация читателя при переходе от литературной версии сценария к режиссерской. Киносценарий Кулешова и Курсен рассказывает гротескную историю о положении писателя при капитализме. О'Генри, в фильме его называют «Билл Портер», посажен в тюрьму по ложному обвинению. Он находится на хорошем счету у тюремного начальства. Исполняя обязанности тюремного аптека, он может писать и печатать рассказы. О'Генри – утешитель. Он сочиняет красивые истории со счастливым финалом, наблюдая при этом все ужасы тюремной жизни. Параллельно развивается история похлонницы творчества О'Генри, молодой продавщицы Дульси. Она живет очень бедно, попадает в финансовую и сексуальную зависимость от богатого сыщика Бена Прайса. В это время на глазах писателя разворачивается трагедия взломщика Джимми Валентайна, получившего огромный срок за мелкую правильность. Валентайн обладает необыкновенным навыком открывать всевозможные замки собственным мясом, пальцем со спиренным ногтем. Администрация тюрьмы предлагает ему сделку. В обмен на открытие сейфа Валентайн получит свободу. Поодушевленный О'Генри сочиняет историю, которая дается в форме вставного рассказа о том, как Валентайн спасает девочку, случайно запертую в сейфе, а благородный Бен Прайс, видя происходящее, дарует ему свободу. На фоне счастливой развязки этой истории показана смерть в тюрьме обманутого и больного туберкулезом Валентайна. В рейшерской версии Дульси, заведенная до отчаяния и видящая единственное утешение в рассказах О'Генри, убивает насилующего ее в очередной раз в Прайсах. После смерти Валентайна в тюрьме поднимается стихийный бунт, а О'Генри снова идет на соглашение с тюремной администрацией, запрещающая ему рассказывать правду. В Дульси сценарий выполняет функцию наивного читателя. Именно к ней обращена конструкция рассказов О'Генри. Если из этих рассказов Дульси получает воображаемое утешение, то от работающего на полицию Бена Прайса его материальный эквивалент – шелковые чулки и дешевые драгоценки. О'Генри обращается к Дульси примерно так же, как это делает Прайс. Подобно Прайсу, О'Генри рассказывает истории, что в первом случае обращивается физическим, а в втором – духовным изнасилованием героиня. В отличие от Дульси, сидящего в тюрьме Джимми Валентайна, мы обозначили как читателя-интерпретатора. Джимми становится единственным из читателей О'Генри, которому в какой-то мере удается преодолеть потягательную странность его рассказов, соотнести нарратив со своим опытом. В фильме сам О'Генри даже называют его механиком и художником. Джимми удается восстановить ту реальность, которая присутствует в искаженном виде в рассказах О'Генри. При этом текст рассказа становится нарративом о гибели самого Джимми. Наиболее яркое это понимание дано непосредственно в сцене смерти и последнего разговора с писателями. «Друзья», – сказал Джимми, – «ну-ка, за мое последнее кровохаканье, да придет оно поскорее». В режиссерской версии сценария диалог между Джимми и О'Генри становится более развернутым. Происходит то, что Валерий подорога назвал прислонением собственного тела в момент чтения. Но условия в тюрьме – это может быть только мертвое тело, потому что воплощение оборачивается здесь смертью персонажа. Процитирую фрагмент слова Джимми. «Я никогда не видел океана, никогда не пел, никогда не танцевал, никогда не любил». Генри положил ему руку на грудь. При переходе от литературной версии сценария режиссерской изменяется изображение вымышленных читателей. В частности, изменяется фигура Дульси. Убийство Праста может быть рассмотрено как отчаянный протест против иллюзионистской модели чтения. Примерно тоже можно сказать и о Валентайне, который начинает все больше полемизировать с норатором. Таким образом, при приближении к съемкам воображаемые читатели начинают смыслиться как реагирующие на рассказ. В ходе написания режиссерской версии сценария и при переходе к фильму фигура читателя становится все более независимой и в меньшей мере воспринимается как порождение норатора. Реакции читателей на рассказ обусловлены в том числе общим контекстом репетиционного метода Кулешова. Сценарий несколько раз приписывался прямо во время репетиции фильма. Съемочный и актерский коллектив, участвующий в подготовке к фильму, на разных этапах репетиции сжился с фигурами вымышленных читателей. Отсюда изменения, эмансипация читательских инстанций при переходе от литературной версии сценария к режиссерской. Вкратце рассмотрим еще два примера модального перехода от нарратива к мимесису. Первый из них – это классический для повествования в случае сокращения нарративной дистанции. Как известно, при рассказе наратор дистанцирован от происходящего, говорит только о том, что находит важным. При показе он оказывается внутри сцены, становится причастен к событиям. Особенность сценарного повествования состоит в том, что изменение дистанции здесь неразрывно связано к подготовкам к съемке фильма. Дистанция меняется при переходе от литературной версии сценария к режиссерской, в большей мере ориентированной на съемочный процесс. В качестве примера обратимся к сценариям фильма «Потомок Чингисхана». Литературный сценарий фильма написал Осип Брик, на основе темы сибирского писателя Ивана Новокшонова, а режиссерский – «Все в лактудовке». Сценарий рассказывает историю о оккупации Монголии англичанами. Интервентом находят у одного из монголов, главного героя фильма Байера, плаванку с грамотой, удостоверяющей, что он – потомок Чингисхана. Англичане хотят сделать Байера майонетчным правителем страны. Поняв цели оккупантов, Байер поднимает восстание, буря над Айли. Как автор литературного сценария, Брик был не вполне доволен конечным результатом. Полемика с идеями Пудовкина каталась последнего эпизода, о котором Брик высказался достаточно резко. Цитирую. «Пудовкин предпочел сделать другой конец. Ему хотелось развить до максимальных пределов тот разгром, который учинил оккупантам монголов. Пудовкин дал в финале символическую бую, которая выметает всю оккупантскую нечисть вместе с людьми и консервными банками». И далее. «Я нахожу, что Пудовкинский финал несколько дешев, слишком кинематографичен и производит впечатление бутафори. Думаю, что Красная Москва прозвучала бы в конце более убедительным символом, чем бутафорская буря». Мы полагаем, что финал Пудовкина не был неожиданным отклонением от сценария Брика и интересен в первую очередь с точки зрения модального перехода от нарратива к мемесису. Рассмотрим упомянутый финальный эпизод. У Брика приближение монгола к Москве прочитывается как окончательное раскрытие концепции сценария. При этом создается резюмирующее поискование, при котором читатель скорее узнает об этом событии, чем непосредственно видит его. Пудовкин сокращает нарративную дистанцию, заданную в тексте Брика. Это сразу заметно, поскольку происходит приближение к событию. Событие оказывается представлено через множество деталей и, как следствие, текст становится более объемным. Я привожу здесь только его фрагмент. В сценарии Брика наратор был носителем идей, позволяющей встроить все события в единую рамку расказа. Эта идея состояла в том, чтобы продемонстрировать абсурдность ситуации с мнимым монгольским правителем. В ходе написания режиссерского сценария Пудовкин уходит от этой идеи, сводя текст по оказыванию физических явлений. Сделан больший акцент на показе жизни монгольского рода. В отряде красноармейцев появляется мать, кормящая грудью ребенка. И, наконец, в финале буря выступает метафорой монгольского восстания. Санария Пудовкина рассказывает не о раскрытии политического блеха, а о преодолении насилия на стихийной жизни, представленной через различные природные феномены. В финале Пудовкин, сокращая нарративную дистанцию, только усиливает тему восстания природы, характерную для многих его режиссерских работ, и, в первую очередь, фильмоматик. Показ этических процессов становится более важен, чем передача концепции, заложенной в литературном сценарии. Наконец, последний критерий, о котором я бы хотел сказать, связан с установлением различия между гимнесесом и гейдезисом на основе параметров нарративной скорости. Нарративная скорость определяется как отношение времени истории к времени повествования. Нарратив может быть ориентирован на воссоздание вымышленного мира, позволяющего увидеть событие или как-то его вообразить, или же, напротив, может быть, сосредоточен на передаче информации о событии, опережающей его восприятие. Сам термин нарративная скорость вошел в нарратологию в первую очередь благодаря работе Жерара Жанетта. Но он восходит и к более ранним источникам, в частности, к работам по морфологической поэтике немецкого филолога Гюнтера Мюллера в конце 40-х годов. Моника Филборник обращает работу Жанетта и его последователей, в целом соглашаясь с выделенными критериями. Она различает пять моделей нарративной скорости. Эллипсис, нечто происходит в мире истории, но отсутствует на уровне нарративного диску, ускорение и замедление нарратии, сцена и захранение дискуссивного времени и времени истории, пауза, описание не соотносится ни с каким действием в мире истории. Но здесь вот я взял как раз схему из книги Филберник. Как известно, сценарий Эйзенштейна «Бринутис Потемкин» был написан на основе литературного сценария «Агаджановый шутко» 1905 год, который охватывал революционные события 1905 года. Эйзенштейн разрабатывает только один фрагмент этого сценария, посвященный восстанию на Потемкине. Сценарий «Агаджановый шутко» этот эпизод занимает всего половину части, а весь сценарий состоит из десяти частей. У Эйзенштейна же он становится основой целого фильма. Нарративная скорость величина относительная, а возрастание или понижение скорости можно судить, только если задана определенная точка отсчета. Презентация нарратии в революционном сценарии Эйзенштейна вследует принципу замедления по отношению к сценарию 1905 год. Время повествования о Эйзенштейна начинает преобладать над временем истории, если исходить из того соответствия, которое взаимно в сценарии Агаджанов. Проследим, как проявляется нарративное замедление в финальном эпизоде встречи броненосца с эскадрой. В сценарии 1905 год о приближении эскадры сообщается только один раз. У Эйзенштейна приближение эскадры происходит дважды и рассказывается о нем два раза. Соответственно, центральный столбец это первое приближение к крайне столбец второй. Тревога на Потемкине, которая в литературном сценарии никак не конкретизирована, разворачивается здесь посредством ряда сцен. опрокидывается бачок ступом, ноги пробегают по тратам, снаряды скользят по тросам, команда в рупор, якорь поднимается из воды. То же самое происходит и при указании на боевую готовность. Общий вид пушек готовности, комитет на вышке, матросы упушат неподвижно. Таким образом, в момент страшного напряжения перед встречей с эскадрой у Эйзенштейна предполагает называние конкретных объектов и персонажей. Матросы обнимаются, матрос хотел выстрелить, другой удержал, большие пушки на аппарат, убегает матрос с поста, пушки наезжают на аппарат. Другой способ замедлить скорость представить одно и то же событие в разных вариациях. Эскадра поворачивает, эскадра идет, крупнее подходит эскадра, эскадра ближе. Оба приближения эскадры представлены в этой таблице. Эйзенштейн переводит резюнирующее повествование сценическое, при котором время повествования приближается к времени истории, что больше соответствует митическому искусству кино, ориентированному на восприятие в реальном времени, соразмерном двигательной активности зрителя. В этом смысле нарративная скорость в сценарии Эйзенштейна тяготеет к кезохранили, соответствующим времени истории и времени нарратии, на чем основан любой кинематографический показ. В сценарном повествовании параметры нарративной скорости в большей степени относительной, чем в литературе. Это связано с множественностью форм сценария, уходом абсолютных величин романа и приближением композиции текста к физической динамике фильма. На этом я бы хотел закончить. В заключении покажу еще раз таблицу, в которой представлены те критерии, о которых я рассказывал. Собственно, во всех случаях я постарался показать этот переход от рассказа к показу, через сопоставление режиссерской версии сценария и литературной версии сценария. Как видно, во многих случаях происходит переход от нарратива к мемисису, или, как это называлось, штанцерефлекторизации. Большое спасибо за внимание. Большое спасибо, это было очень интересно. Коллеги, у кого вопросы к докладчику? Прошу, Лен. Знаете, можно я тогда воспользовавшись тем, что пока никто не задает, скажу пару слов. Ау, Лен, слышите меня? Мы все вас слушаем. Мы все вас слушаем. Знаете, я, честно говоря, очень такая сложная, конечно, материя, но у меня вопросы какие-то более традиционные и, скажем, вот в этой системе рассуждений, мне кажется, теряются какие-то вещи гораздо более интересные. Вот, например, я, к сожалению, не помню, даже я видел когда-нибудь обломок потомок Чингисхана или нет. Но, например, сама идея, что была какая-то британская оккупация Монголии. Так я понял? Там это так? Так это по сюжету, да? Ну, по сюжету, да. Ну, это же бред, никогда такого не было. Почему такая, так сказать, фантастика? Это такой фантастический, что ли, фильм? А что касается и параллельного с Берниеносовым Потемкиным, мне кажется, гораздо более интересная тема, насколько этот броненосец Потемкин вообще отражал реальную историю? А насколько это была такая пропаганда, пропагандистская, даже, как вы бы сказали, не на рация, а вот изображение событий пятого года, когда был снят? В 25-м, по-моему, да? Вот. С точки зрения уже потребностей советской пропаганды, вот, мне кажется, что эти темы гораздо интереснее, а вот эти вот все отвлеченные выкладки со ссылками на там Жене и прочих французов, которым до нашей жизни, видимо, нет никакого дела, ну, это, конечно, такие досудные рассуждения, но вот в первую половину доклада я невольно вспоминал одну конференцию в Эмли много лет тому назад. Там выступал один из наших корифеев литературы и видения, тоже он делал доклад по теории литературы. Ну, тогда теория литературы, конечно, значила немножко другое, слова были все другие, но дух вот мне показался таким же, некоторая такая абстракция, а со мной рядом сидел гость из Белоруссии, такой довольно молодой, малый из Белоруссии, далекий от московских всех придумок. Он сидел, сидел и потом сказал, хоть бы один пример какой-нибудь привел. Я вот все ждал, потом вы вышли, конечно, на примеры, но вот мне показалось, что анализируя вот эти фильмы с точки зрения ваших абстрактных схем, вы на самом деле вот на мой вкус обходите молчанием некоторые самые интересные вещи в этих фильмах. Вот такое впечатление, что вот все это, весь этот научный аппарат придуман для того, чтобы не говорить о самом главном. Извините, это, конечно, наивно, но вот такая моя реакция. Ну, наверное, о других вещах уже написали, о соотношении историко-рекционных фильмов и событий, которые происходили, достаточно много и, по-моему, не дело на ротологии заниматься проблемами. на ротологии воображается как абстрактная дисциплина, как какая-то математическая топология, которая к реальным физическим объектам имеет уже очень далекое отношение. Может быть, конечно, наверное, это тоже имеет смысл. И раз солидные и умные люди этим занимаются, то в этом есть какой-то смысл. Но вот мне было бы интереснее. Я не уверен, что так уж много написано вот об этих сторонах и Приненоса Потемкина, и потом Качингисхана. Я, конечно, может быть, мало что-то читал. Потом, то, что было написано 20-30 лет назад, сейчас может быть переписано совсем иначе. И то, что вот сейчас нынешние исследователи уходят вот в эти абстракции, лично мне немножко жалко. Извините, конечно, это очень субъективное замечание, но я просто передаю вам мое непосредственное впечатление от вашего доклада. Ну, исследователи ставят себе разные цели и по-разному их разрешают и в рамках разного дисциплина. Ну да, конечно. Ну вот, можно ставить себе целью такой абстрактный анализ, совершенно политкорректный, не имеющий отношения, так сказать, к содержательной стороне фильмов. Конечно, можно ставить такие цели. Вопрос в том, стоит ли такие цели ставить? Ну, тут множество ответных вопросов можно сказать и по поводу абстрактности теории, и по поводу содержательной стороны фильмов. по поводу соотношения фильма и реальности, скажем так, исторической реальности. Это огромные темы, которые требуют совершенно других исследований. По-моему, это гораздо интереснее и важнее. Извините, но я все, я умолкаю, пусть другие задают, может быть, вопросы ближе к вашим дискурсам. у меня можно небольшая реплика по поводу реплики, впечатление по поводу впечатления того, о чем говорил Сергей Дмитриевич. Мне кажется, Сергей знаем, что Борис Годунов не изводил Дмитрия, который тот еще был сукин сын, такой же, как папаша, его черти на том свете с фонарями искали и нашли, он заколол себя в припадки эпилепсии. То есть, предметом является не реальность, а легенда определенная, и то же самое, можно сказать, обрежусь с Потемки. Мне неинтересно, что там случилось с ним на самом деле, мне интересно большевистская автомифология и средства ее осуществления в этом плане, независимо от того, скажем вы правы, что не было как таковой оккупации Монголия-англичанами, там, насколько знали, была концессия, которая и показана в замечательном фильме Пудовкина, который я смотрел каких-нибудь лет 50 тому назад. Но, в принципе, соотношение повествования с реальностью, каким бы опосредованным оно ни было, это немножко другая проблема, нежели набор художественных средств для выражения этой мифологии. Понятно, что это мифология, это само собой разумеется. И как было на самом деле с Потемкиным, по-моему, там, в Болгарии его где-то там арестовали, вернули обратно, посадили и так далее. Но это другая, это не художественная проблематика. Извините, что я опять-таки здесь не задаю вопрос, просто в плане того, что побудило выступление Сергея Дмитриевича. Спасибо. Хорошо. Если можно, действительно вопрос. Но сначала я хочу сказать, что, Сергей Дмитриевич, я тоже не люблю абстракции, но мне кажется, что в данном случае надо Кушкин нам Александр Сергеевич заповедовал судить и художника, но и исследователя по тем законам, которые он установил. И все-таки если человек выбрал себе в данном случае наш гость такой, так сказать, план исследований, исследования, то нужно обсуждать то, что сделано, а не то, что нам было бы интересно, а кому что интересно, тот может сам этим заниматься. Я прошу прощения. Я согласен. Я согласен. А вопрос тоже наивный, вот такой, насколько вот то, что вы нам показали замечательно, особенно вот в последнем примере, насколько это связано, как мне показалось, просто с разностью двух искусств, так скажем, литературного и кино, потому что все-таки тут же есть какая-то, помимо наротологии, просто исконная разница двух этих систем изображений и вот то, как от литературного сценария происходит, замечательно, интересные были эти ваши примеры, это не, насколько тут, я понимаю, что вот эти, так сказать, ваши схемы, естественно, тоже очень важны, но насколько тут просто вот переход в другое искусство важен. Не знаю, понятно я высказалась? Да, понятно, конечно, но здесь, возможно, нужно как-то конкретизировать, потому что это тоже очень широкая проблематика сопоставления литературы как таковой и кино как такового. Я сочинал на киносценарии как в транситивном тексте и рассматриваю его отдельно. В рамках наротологии уже сложилась даже отдельная область наротологии киносценарий в западных исследованиях, в частности. Я хочу как-то углубить эту область за счет привлечения советского материала, который, на мой взгляд, очень интересно и демонстрирует иногда правительные результаты. И поэтому я рассматриваю переход скорости в рамках создания киносценария. Скорость меняется при переходе от литературной версии сценария к Кожесевской, ориентированной в большей степени действительно ориентированной на фильм, на континуальность кинематографического изображения. Отсюда и замедление скорости. Понятно. А интересно, это ведь ваши фильмы были все немые, да? Или там были звуковые? Великий утешитель это уже звуковой фильм. А, уже звуковой. То есть между немым и звуковым в рамках ваших концепций есть принципиальная разница или это не важно? Я специально этим не занимался. То есть об этом нужно подумать. Вот та диссертация, на которую я опираюсь, на рам тексте, она о звуковых фильмах. И там о звуке тоже довольно много написано. В частности, даже дарвуется такое понятие, как звуковая фокализация. Ну, я тоже им пользуюсь, но в другой работе. Поэтому, да, звуковое кино, конечно, отличается по нарративу от кино немого. И в случае сценария, да, тоже могут быть интересные результаты. Существует отдельная даже диссертация, посвященная киносценарием раннего советского звукового кино. Было написано еще в советские годы. Так что эта тема меня интересует, и я планирую проводится тем более подробно. Понятно, спасибо. В основном, проблема такая есть. Да, проблема такая существует, действительно. Еще у кого какие-то вопросы? Да, да. Добрый день, Лариса Муравьева, Сергей Александрович, большое спасибо за ваш доклад. Я хочу задать вам два коротких вопроса, но как нарратолог. Первый вопрос касается фокализации. Вы совершенно удивительно и подробно рассказали, как меняется вот эта категория при переходе от литературного сценария к режиссерскому, потом, собственно, к фильму. И я бы хотела задать вопрос немножко с позиции трансмедиальной нейротологии и в аспекте медиаспецифичности. Не могли бы вы прокомментировать, какими именно специальными средствами фокализации, хотя этот термин, он такой немножко компрометирующий себя строится именно в сценарном тексте, а не, собственно, уже в кинонарративе, потому что мы знаем, что точка зрения в кино это довольно сложная проблемная область, которая строится за счет там ряда параметров визуальных, не только камер, да, того, что мы видим с помощью монтажа, а вот как, собственно, какие маркеры дают, вот, собственно, построение точки зрения, да, вот эту фокализацию именно в сценарном тексте, может быть, в режиссерском сценарии, это было бы интересно посмотреть, интереснее, чем в литературной версии, да, и вот второй вопрос я бы хотела уточнить, вы вот много раз так педалировали проблему перехода от нарратива к мимесису, да, который вот лежит в основе ваших рассуждений, и вот этот подход, он меня немножко как-то вот настораживает, потому что я вспоминаю вот известную полемику современных кинонарратологов, которые как раз строили рассуждение о том, что такое кинонарратив на разделение с одной стороны вот этого миметического начала, с другой стороны проблемы медиации или опосредования, и все-таки приходят к выводу, что нарратив в кино это все-таки нарратив, да, не мимесис, а все-таки кинонарратив, это там Маркус Кун, Брайан Ричардсон об этом писали, Питер Верстраттен, да, там есть, конечно, миметическое начало, оно преобладающее, но есть и, собственно, последующая инстанция, это селекция комбинаций, ну вот, примитивно, вот как вы относитесь к этой полемике, и можем ли мы на самом деле вот как-то все-таки к терминологической ясности прийти, вот такие вопросы, спасибо. Спасибо, Лариса Евгеньевна, интересные вопросы, что касается фокализации, то специально для изучения своего примера сценария «Обломок империи», я такую таблицу разработал, на которую и опирался в статье, ну и в докладе тоже, сейчас я еще раз покажу ее. Ну, собственно, здесь и речь идет о различных аспектах фокализации именно в тексте, потому что я работаю не с фильмом, а именно со сценарным текстом. Та анаротология, которой я занимаюсь, приоточена именно на киносценариях. И, соответственно, я выделяю здесь две шкалы, выделяю субъектов фокализации, и здесь важен переход от предельно безличной инорации взгляда камеры к точке зрения персонажа, ну и фокализации в точке зрения персонажа. Так, это вот один подход. И второй подход, это горизонтальная шкала, где предлагаются уже степени фокализации. Нулевая, слабая, охватывающая, прямая. В пришедшем сценарии преобладает у Эрнера охватывающая фокализация. Событие, оказывается, приставлено с множества точек зрения. И Эйнштейн это назвал множественной точкой зрения. В его книге «Монтаж» подобный пример разбирает в мотомерии кинематографа уже. Так что, ну и существуют, конечно, и другие подходы к изучению фокализации, в том числе и в киносценарии. Та же Энн Ибельстром разрабатывает другую классификацию. Я сейчас в подробностях ее не вспомню, но там речь идет о фокализации посредством приема, она так называет это, потом посредством формулировки мы видим и посредством сцены, кажется. Ну, сцена, как, опять же, текстовая категория. Вот для нее фокализация сводится к этим трем параметрам. Может быть, я пересказала не совсем точно, но смысл примерно вот такой. Да-да, а я имела в виду, на самом деле, извините, пожалуйста, а я имела в виду именно как он маркируется, вот этот аспект в тексте, в тексте режиссерской версии сценария. Это за счет ремарок, за счет какой-то специфической организации этого текста. Ну, то есть, вот, собственно, сами какие-то индексы текстовы, я тоже уже как филолог, да, спрашиваю вас. То есть, я понимаю, да, вашу схему, мне интересно, какие именно особенности сценарного нарратива можно выделить именно текстовые, которые будут указывать на построение в будущем вот этой визуальной, там, как ее не назови, точки зрения, фокализации, окулиризации, окулиризации, как пишут наши коллеги, да, вот есть ли в этом какая-то принципиальная медиаспецифичность, которая отличает сценарный нарратив от литературного нарратива, например. Я вот про это спрашивала, если мой вопрос понятен. Да, вопрос поднятен, хотя это, наверное, не совсем то, чем я занимаюсь, но тут напрашивается очевидный ответ, за счет разбивки текста, ориентированный на монтаж, создается та самая охватывающая фокализация, и графическая разбивка текста здесь влияет, потому что режиссер, ведь он будет потом снимать покадров этот фильм, отсюда другая разбивка, не такая, как в литературном киносценарии. Ну и параллельно развиваются, изменяются и субъекты фокализации, в случае того же Эрблера. Мы понимаем, что тот или иной кадр увидим с точки зрения персонажа уже, а не наратора. Ну, наверное, примерно такой ответ я могу здесь предложить. Именно если говорить о медиаспецифичности, именно о тексте как медиуме в данном случае. Хорошо. Еще вопросы? О чем был вопрос. Так ведь? Да, спасибо. Я еще спрашивала про переход от амиратива к медиаспецифичности. Да, конечно. Ну, разумеется, существует целая большая область и наратология кино. В своем докладе я должен был как-то ну, как-то абстрагироваться от этой области, что ли, для того, чтобы в самых общих чертах соотнести литературный текст и фильм. Я думаю, что эта проблема о последовательности здесь действительно должна быть в центре внимания. Да, фильм разбит на отдельные кадры, да, там есть наррация, но, тем не менее, при, скажем так, при дистанцировании от фильма, при рассмотрении кино и литературы в сопоставлении, кино, конечно, оказывается более лимитическим искусством. И на этом выстраивается целая большая линия в теории кино, которая ведет еще от Балаша, через Сакракауэра, допустим, к Делиозу и Эльзессову. То есть для них наррация в кино второстепенная. Она там есть, конечно, но они сосредоточены совершенно на других вещах, которые, с их точки зрения, более важны. Отсюда и тот самый министерство. Спасибо. Я рад, что возникло такой действительно обмен вопросами и ответами. Тогда давайте еще какие-нибудь вопросы. Нет? Больше нету наротологов? Я могу еще, если позволить. Давайте, давайте. На самом деле, большое спасибо. Доклад очень интересный мне просто тоже для себя хочется какие-то вещи прояснить. И последнее тогда, что меня интересует, вы упоминаете вот эту концепцию современной наротологии, которая восходит к проблематике телесности, которую в свое время упомянул Штанцель, потом разрабатывала Флудерник, теперь разрабатывает Марка Карачила и целая плеяда тех, кто изучает телесность и опыт в качестве аспектов построения нарратива. Нарратив есть некое структурирование событийного опыта с позиции субъекта, и огромную роль в этом играет телесность. И отсюда возникает интерес к изучению фильма с позиции читательской, точнее зрительской инстанции. Замечали ли вы в сценар нарративе такие триггеры, которые могут позволять выявлять ту самую аффективность и телесность, которую зритель должен испытывать при просмотре фильма? Тот самый саспенс, тревога, комплекс аффективных ощущений. Это все-таки удел медиума больше кино уже или это есть еще в сценарии? Это не только на материале тех сценариев, которые вы изучаете ранне советского периода, а такой глобальный вопрос. Потому что я вот этим сама занимаюсь, и мне это интересно, как вы считаете? Спасибо, Лариса Евгеньевна. Тоже очень интересный вопрос. Ну и вопрос очень такой сложный. Он требует, наверное, ну, отдельного рассуждения и построения многоловневого ответа. Я ведь непосредственно работал с той самой эффективностью, если это можно так назвать, сценарном повествовании, на примерах киносценариев Александра Жашевского. Ну, вы с этим докладом знакомы, конечно. Ну, на мой взгляд, конечно, телесность, о которой мы говорим, она не сводится в сценарном тексте, даже если мы говорим о киносценариях советского кино, вот к той эффективности, которую когда-то обосновывал Эйзенштейн, например, сценария Ржашевского. И здесь телесность может быть понята в более широком смысле. Опять же, как вот этот переход от как следствие перехода от наратора к рефлектору. Может быть, я сейчас на ваш вопрос даже не отвечу полностью. То есть, тут телесность связана с непосредственной формой визуальной репрезентации в киносценарии, которая отсылает уже не столько к практикам наррации, сколько к неким непосредственным монетическим реакциям ориентированным на воссоздание вот воплощения, как я это называю, средствами кино. То есть, телесность понята более широко, не только как эффективность в этой работе. Я здесь опираюсь еще на идеи Валерия Падалоги, который изучает примерно с тех же позиций, ну, примерно, на мой взгляд, близок к этим позициям, позициям тех нарратологов, о которых я говорю, изучает телесность на материале классическая узкая литература от Гоголя до Платонова и Андрея Белых. То есть, мы здесь не можем уравнять телесность и эффективность. Телесность и его понимание это более широкая категория. Ну, может быть, я ответил несколько раз сейчас. Да, я поняла, спасибо. Да, ответ на такой сложный вопрос нужно подумать. Спасибо. Но еще велика роль случайности к тому же, потому что то, что есть даже в режиссерской версии сценарий, то, что есть в финальном итоге в фильме, не всегда совпадает. Иногда как раз эта аффективность, она может быть выстроена за счет каких-то совершенно побочных эффектов, да, и возникает уже в киномедиуме за счет, не знаю, за счет постпродакшена, за счет каких-то вещей, которые в сценарном нарративе могут быть и не прописаны, не указаны никак, да? То есть, все равно это удел меметической формы репрезентации, если глобально. Ну да, наверное. Спасибо. Так, хорошо. Еще у кого какие вопросы? А без вопросов можно выстроить? А? А нет вопросов можно выстроить? Или еще нельзя? Ну так почему-то давайте, если нет вопросов, конечно. Давайте. у меня довольно многосоставное выступление, потому что сначала придется сказать о самой нарратологии, о ее релевантности, о ее абстрактности и так далее. Понимаете, у меня, как в ряда здесь присутствующих, есть довольно давний опыт, историко-научный опыт, и в нем есть, такой период, когда в 60-е и 70-е годы появился структурализм и семиотика, а в нашей стране стала заниматься Тартовская школа с участием Сергея Дмитриевича Серебряного, между прочим. Ее везде и всюду гвоздили ровно за то, что она была абстрактная, отвлеченная от жизни, мертвая, нечеловеческая. и постоянно поминали цитированные на этот счет слова Сальери, которым музыку разъял, как труп, поверил гармонии и алгебру, вспоминали цитаты из Фауста про сухую теорию и древо жизни, которая вечно зеленеет, забывая, что это издевательские слова и метастопия на самом деле. Так вот, кончилось это тем, что симметика и статурализм вошли в классику науки и стали всеобщим нашим достоянием. А вся эта критика с позиции жизни и прямой прямого человеческого опыта почему-то казалось забыто. Потому что делаться в науке нечего. Вот этим объясняется то, что такие естественно абстрактные как положено настоящие науки конструкции обсуждаются сегодня так же как мы только увидели на примере диалога Сергея Будова и Лариса Муравьева например. Теперь самой ее проблематике данного доклада. Доклада мне кажется очень важным, потому что в нем практически на примере конкретного материала, конкретного раздела культуры вот киносценарий довольно редко анализируемый в теоретической науке материал. Сталкиваются две разных концепции нейротологии, две разных традиции, которые в ней сосуществуют. Одна из них оперирует структурными дистрибутивными единицами, другая воображаемыми субъектами повествования. То есть в одной будет говориться о функциях по пробу, о индексах по барту, о событиях и их логическом сочинении, всякий раз иллюзорном, разумеется, об их иллюзорной причинности и так далее. А в другой версии будет говориться о персонаже, рассказчике, вокализаторе, рефлекторе, повествователе, экиплицитном читателе, реальным читателе и так далее. Очень много придуманных персонажей, которые взаимодействуют между собой в акте повествовательной коммуникации. Первая традиция в общем и целом французская, вторая в общем и целом немецкая. Сергей Сёвович правильно упоминал двух классиков этой традиции, Женета во Франции и Станкс в Германии. В самом докладе, как мы знаем, все заместные преобразуют скорее вторая точка зрения, немецкая. В чём её сила? В том, что она как раз как бы это кому не казалось абстрактным, ближе всего соответствует наивному опыту потребителя культуры, потому что читатель романа или зритель фильма естественно улавливает в нём некоторые личности как минимум героев, часто ещё и рассказчик, автор более-менее знает. Но при усложнении этого восприятия можно, конечно, выделить и другие не столь очевидные субъектные инстанции. То есть такая гуманистическая концепция искусства, на самом деле, вовсе не абстрактная. В чём её уязвимость? В том, что для объяснения миметического эффекта, а собственно доклад Сергей Александрович посвящён именно проблеме миметического эффекта, используются категории, которые на самом деле сконструированы посредством мими. Вот эти самые рассказчики, рефлекторы и прочие повествователи – это все миметические фигуры, которые воспринимаются повторяющиеся самим зрителям или читателям. Они конструируются не на отдельных элементах, а на основании филемиологического основания анализа читательского и зрительского опыта. и здесь есть такая опасность, что наш метаязык, с помощью которого мы исследуем повествование, на самом деле совпадёт с языковым объектом самого повествования. В повествовании, конечно же, есть миметические части и, конечно же, есть воображаемые субъективности, но не образует его язык объект, а не метаязык науки. И вот здесь надо постоянно держать себя за руку и различать эти две логические инстанции. Мне кажется, что в докладе Сергея Александрович, несмотря на его оригинальный и, в общем, даже убедительный анализ конкретных сценарных фактов, всё время ощущается какое-то скольжение между этими двумя инстанциями. Вот, например, несколько мелких примеров, я не могу разумеется подозревать доклад целиком, и мы не стоим слушать только такой длинный анализ. Скажем, говорится о фокализации. И типичным её атрибутом является восприятие. В фокализации такое восприятие чего-то там ближе или дальше. А так ли это? Фокализация тем, введённой натологией Женетом, которая понимает совершенно невосприятие. он понимал под этим определённое распределение повествовательной информации, которая, например, может быть, которая разделяется на определённые единицы, и эти единицы группируются в зависимости от того, какие персонажи повествования могли иметь к ним доступ. Скажем, там, герои имеют доступ к своим чувствам, а внешнего рассказчика, разумеется, нет. Вот это разные фокализации. Никакого восприятия мира здесь нет. Восприятие мира начинается, когда мы от дистрибутивного анализа текста переходим к описанию внешнего зрительского опыта, особенно удобно, конечно, в случае кино, потому что в кино разумеется, имеет дело с прямым восприятием того, что читатель видит, здесь видит на экране, зритель, опять-таки, читатель в литературе, видит только буквы, воспринимает только начертания букв, а всё остальное он уже понимает и реконструирует в своём сознании. В том же смысле слова континуальности киноповествования тоже требуют уточнения, потому что континуальным является, конечно, кинообраз, то, что мы видим в кадре. Континуальным является доходность смены этих образов. Но понятно, что в кино есть серьёзный и искрительный фактор, прежде всего, монтаж, нарезка эпизодов и, возможно, и приостановка. И вот это будет уже дезинфутивный анализ, который здесь речь не шла. Ещё, когда мы говорим о читателе, который обображаемом читателе киносценария, собственно, кто этого читателя обображает? Автор сценария, он же думает вовсе не читатель, он думает о режиссёре, который будет этот сценарий реализовывать. И совершенно невображаемый конкретный человек, который занимается не чтением как таковым, а превращением текста в кинофильм. Опять же, здесь сказывается по самому термину «побожаемый читатель» сказывается по-видимому стремление, к сожалению, не зафиксированное докладчиком. Свести повествовательный текст, например, сценарий к опыту его читателя, даже если у этого читателя вообще говорят «нет, он по-другому совершенно выгодит, чем мы все представляем. Это не романные читатели, которые читают свое отходе удовольствия, а технический специалист, превращающий слово в образ. Скорость повествования. Опять здесь надо учитывать разные подскуды к оптологии, которые прямо смыкаются с разными медиа. И Вера Мечина, и Лариса Моргиева упоминали об этой проблеме. В самом деле скорость чтения, как ее подверил Жера Жанет, это отношение абстрактной скорости, абстрактных частот, абстрактных частот, частота передачи фактов повествования и частота следования самих событий. В никакой реальной скорости чтения в репритетуре разумеется нет. Мы можем читать книгу за один вечер, а можно целый год ее читать. Совершенно другая ситуация в кино. Там наша скорость восприятия, именно восприятие совершенно четко определена длительностью фильма. Не больше и не меньше минут мы его будем смотреть, если только раньше не уйдем. Поэтому опять понятие скорости здесь совершенно другой вид. Уседствуется по-визму к тому, что в докладе не хватало более четкого определения во-первых, во-первых, какая из традиций народов была избрана и исследования именно одной, без использования неизбежно искаженного. Терминология разработана в другой традиции для других случаев, вроде локализации или скорости чтения. И во-вторых, размышления о том, как это как этот выбор на анталтической традиции связан со спецификой именно кино, как визуального, оптического искусства, в отличие от литературы. Может быть, в результате такого размышления выяснилось бы, что в кино вообще нет повествования в том смысле, как мы говорим о повествовании словесном. Сам термин повествования здесь имеет совершенно другой смысл, чем в литературе. Недаром, скажем, в киноведии не гестермет диегезис, который звучит по-корречески ровно повествование. Но всем известно, что диегезис это вовсе не повествование. Никогда в кинонартологии его, в общем-то, не употребляют. По-видимому, по-видимому, нужно сами версии нартологии связаны с разными медиумами и разными искусствами. И вот пока мы не разберемся в этом соотношении, мы неизбежно будем подать грех контентуальных скольжений и контентуальных подмен. Я думаю, это совсем связан вопроса телесности, который, в общем, затрагивался прямо докладенно. Вот выступление Лаисы Моргиев был поставлен, обсуждался. Он, на самом деле, относится к тому же. Иллюзионистское кинозрелище мы, разумеется, воспринимаем гораздо как нечто более телесное, более прямо воздействующее на наши чувственные рецепторы и заставляющее нас переживать все, скажем так, введение пространства, принудительное развитие временно принудительное а не условное, всеможные эффекты повествовательного погружения, как это называется в современной эстетике и так далее. Напротив того, в словесном повествовании, а все-таки речь, что, все время, шла о словесных, сценарных по преимуществу текстах, в словесном повествовании интересные эффекты могут иметь скорее точечный разрозненный характер, и этим они интересны. И, скажем, по дороге, изучая в своих разных книгах словесные тексты, и, кстати, не только повествовательные, он, скажем, письма Капки, которые, в общем, не имеют прямого повествовательного характера, разбирают точно такими же местными, как и меметические отчеты, в, скажем, основедениях. Вот. По дороге все это правильно делать, выделять меметические эффекты в отдельных точках текста, а вовсе не в целостном его устройстве. И мне кажется, что это более правильный подход к телесным меметическим эффектам в литературе, в сценарии, чем попытка общетелесного его описания. Хотя к фильму, наверное, возможно, и другой подход. Так что в самом деле было очень интересным, как испытание напряженных моментов современной нейротологии, то, что испытание разных существующих альтернатив, то, что эти альтернативы не всегда легко сводятся вместе, этот сконометр для науки, нам надо просто более сознательно относиться к их различию. Извините, только в выступлении. Спасибо, Сергей Николаевич, очень интересные комментарии, вопросы. вопросами. Ну, конечно, мне сейчас с твоей стороны довольно сложно прокомментировать все вот эти заинтересовавшие меня моменты вашего выступления, но все-таки что-то я, наверное, должен сказать. Вот вы говорили по поводу воображаемого читателя в киносценарии, но здесь речь идет опять же об общенаратологической категории воображаемого читателя, фикционального читателя, которая была разработана за пределами все-таки штанцерской наратологии и использовалась и для анализа литературных произведений. И в литературных произведениях мы можем выделить этого фикционального воображаемого читателя. Поэтому ваша реплика по поводу того, что режиссер не читает киносценарий, а только осуществляет его постановку, это, наверное, все-таки такая редукция того самого воображаемого читателя к той структуре, которую должен выступить режиссер. Это восприятие киносценария как некоего плана. Ну вот блупринт есть слово, его часто используют, например, в американской киноиндустрии. И в этом случае режиссер как будто лишается воображения и не видит этого читателя, который столь же реален, как и те структуры, с которыми он работает, выстраивая свой фильм. Примерно, ну, наверное, в этом же духе мой аргумент будет по поводу скорости чтения, что скорость чтения это абстрактное сопоставление в сознании дискурса и истории. Но ведь скорость чтения может быть и тоже вполне реальной. Не происходит ли здесь дереализация художественного произведения за счет сведения его к информации, к сопоставлению разных потоков информации в сознание реципиента? По-моему, это именно та проблема, с которой столкнулась структуралистская наратология в лице Жанетта и советский структурализм тоже, влияние советского структурализма здесь проявилось. То есть проблема дереализации текста, сведения его к набору абстрактных структур. Ну, мне кажется, что «Валерий по дорогах» все-таки был очень далек от такого понимания художественного произведения. Ну, я, конечно, ну, может быть, не могу об этом говорить, но я, тем не менее, сомневаюсь, что он искал меметические эффекты в отдельных точках текста. И неумимисис был связан непосредственно с пониманием субъекта как пониманием субъекта за счет расширения субъективности через телесные основания. Поэтому мемисис у по дороге все-таки, мне кажется, не сводился к отдельным точкам текста. Здесь речь шла о более широком понимании телесности, как некая антропологическая константа. И мне кажется, в этом нарратология штантера как раз и может быть сопоставима с концепцией по дороге. И там и там есть вот этот антропологический момент восприятия субъекта как носителя опыта и отправной точки для выстраивания нарратива и вообще более широком смысле художественного целого. Ну вот, наверное, пока все, что я могу сказать. Ваш комментарий был очень интересен, и я еще буду думать по этому поводу. поясню еще в двух словах два пункта. Когда я говорил о побожаемом читателе сценария, я думаю, что писатель, сочиняя роман, имеет в виду в самом деле произвести впечатление на своего читателя. Вот у читателя прочитает, и он будет переживать в течение времени и так далее. У сценариста все-таки другая задача. У него задача более техническая, но можно представить себе, что по какой-то степени сценарий расчислен на то, чтобы обогреть продюсера, чтобы ему понравилось, и он поразился сценарием, прочитав его как роман. Все-таки главная задача сценария, как я понимаю, это дать рабочий материал для режиссера, чтобы технически, без всякого специфического опыта его переживания превратить его другой совершенно опыт, который уже будет переживать читатель. И во-вторых, насчет скорости чтения, да, конечно, скорость чтения реальная бывает, как же без нее, но она не поддается научному исследованию, но раньше статистическому, раньше посадить 100 читателей в одно здание, дать им одну книгу, и часами посредить, сколько они времени будут ее читать. Может, он что-нибудь и даст нам. Но внутри, скорее всего, мало что нам скажется о содержании текста этой книги. В тексте скорость чтения с совершенно другими параметрами измеряется. Но против того, 100 зрителей, которые сидят в зрительном зале, воспринимают фильм в совершенно однозначном временном режиме. Это большая разница. У меня, если можно, ироническая реплика по поводу скорости. Когда открываешь что-нибудь в гугле посмотреть, до выходных данные книги, я вдруг с изумлением увидела, что там написано, причем не про аудиокнигу, потому что, кстати, аудиокниги там совершенно четко сейчас известно за сколько часов. То есть, в этом смысле аудиокниги приближаются как раз к кино. Но про книгу печатную написано, допустим, читается за 18 часов. То есть, они каким-то образом, ну, естественно, что это абсолютно субъективная скорость, и там, ну, наверное, мы прошли по-другому. И откуда берутся эти цифры, не очень понятно. Потому что, когда вот краткое содержание, там понятно, значит, сюжет изложили за 5 минут. Вот, но читается за 18 часов. Меня, я буквально вчера забыл уже какую книгу, меня это очень поразило. Но это, разумеется, на научный анализ повлиять не может. Это просто впечатление жизни. Примерно, сведение текста к визуальному или аудиальному его представлению. Но мы можем найти визуальный эквивалент текста, чем и занимался Эйвенштейн, когда ставил свой киносценарий. И скорость величина относительная. Можно исследовать скорость через сопоставление литературного сценария и режиссерского. Можно сравнивать разные фрагенты внутри литературного сценария. Но можно соотносить уже режиссерский сценарий и фильм. И тогда кимнографическое изображение будет рассматриваться как определенный эквивалент той скорости, которая заложена в тексте. Замедляя скорость в решетском сценарии, Эйвенштейн приближает его к метическим характеристикам фильма. В своей статье о нарративной скорости я об этом более подробно спешу. Здесь, конечно, сказал очень скользко. И по поводу реализации еще хотел замерить, что да, это понятие было обведено Жанетом, но оно было использовано и другими теоретиками. Ну, по поводу Микки Байль, наверное, прекрасно знаете, что она даже последовательность Жанета Микки Байль совершенно иначе интерпретировала это понятие. Но его используют и Моника Флудерник, и Манфрепьян. То есть оно было изобретено Жанетом вошло совершенно другие традиции в наркологии и прекрасно используется. Хорошо. Вера Аркадьевна, как еще что-нибудь вы скажете? Больше комментариев не имею. Кроме благодарности больше ничего не скажу. Ну, хорошо, тогда я тоже может быть уже в завершение тоже выражу нашу общую благодарность и прошу прощения, если я как-то выступил с таким эмоциональным всплеском. Но в заключение я два замечания не хочу сказать. Сергей Николаевич вспомнил тартовскую семиотику, но это сравнение немножко рискованное, потому что тартовская семиотика была, так сказать, порождением очень специфической культурной ситуации середины 60-х. и когда изменилась культурная ситуация, то в каком-то смысле исчерпалась и тартовская семиотика. И если Сергей Николаевич имеет в виду, что подобные исследования наротологические, они тоже, так сказать, порождены нынешней культурной ситуацией, то что будет лет через 10-15. И второе, сегодня часто поминали слово телесность. Я не знаю, что это такое, и насколько я понял, даже между, когда обменивались вопросами и ответами, выяснилось, что телесность это или неэффективность, или эффективность. И я вспомнил другое модное слово духовность. Мне кажется, что телесность столь же неопределенно многозначна, духовность. И я приглашаю кого-нибудь из тех, кто лучше меня знает, что такое телесность, сделать нам, может быть, специальный доклад об истории и, так сказать, значениях возможных этого понятия. Но это так, на будущее. А тогда сейчас действительно еще раз поблагодарю докладчика и попрошу еще раз прощения за мое, может быть, несколько бестактное вмешательство, интервенцию, поскольку сегодня у нас все-таки были слова наротология, как еще фок, 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 чего-то. Столько было иностранных слов, что я даже запутался, честно говоря, немножко. Поэтому простите меня за мою импертинентную интервенцию. Вот. И на этом тогда закончим сегодняшнее заседание и до новых встреч. Спасибо. Всем счастливо. До свидания.